Сегодня два блогера будут выживать за Белую Россию в 1918 году и противостоять против Советского Союза под управлением Ленина. Мы решили вдвоем с Ричом сыграть за Белую Россию, попытаться выжить в этом противостоянии, ну и конечно же восстановить Белую Монархическую Россию. Мод, в котором мы это делаем, будет в описании, можете его заценить, там кроме этих дат еще много других, где можно за разные страны повыживать, но мы же подобрали Белую Россию, а все из-за того, что ситуация на старте очень тяжелая, у нас где-то 100 дивизий, в то время как у врага 150-200. Кроме того, большая часть наших дивизий это шаблон в 3 каски, в 2 каски, в 1 даже каску и лишь где-то 18 или 20 шаблонов дивизии у нас было под 20 ширины. Ну а все остальное, как вы понимаете, чисто так, для количества. Ну и вторая проблема, это конечно же неудобные границы, у нас отрезанная территория в Мурманске, Дон Кубанский Союз в Ростове отрезан, ну и конечно же граница по Уралу. Ну и плюсом к этому генералы, которые вроде бы 6 уровней, 7, 5, но их показатели 1-1-1-1. И как вы понимаете, вроде бы это и какие-то великие, известные личности прошлого, но толку от этих личностей почти нет. Они не способны воевать. Так что все будет в наших руках, спасем мы Белую Россию или нет. У меня фанаты, пусть я люблю Хинату, много друзей и однокомнатная хата. Йоу, все классно, меня зовут Саскин. Забери меня, симпай. Да-да. Поговорим теперь о том, как мы распределили обязанности. Я на себя взял фронт в Онегии в Мурманске, там немного войск, но все-таки надо оборонять, отвлекать туда противника. Также я взял под свое управление войска Дон Кубанского Союза, и того у меня вышло примерно 40 дивизий. Оставшиеся где-то 70 взял под свое управление Рич, стал по Уралу, ну и начал обороняться против наступления Советского Союза. Понятное дело, что самостоятельно атаковать в первый период войны толку особого нет. У нас ни войск не хватает, ни промки, мы по всему этому проседаем в два, а то местами и в три раза по сравнению с Советским Союзом. И вдобавок к этому, конечно же, у нас дебафы со старта. Из-за разделенного правительства у нас как бы четыре правителя, и это все дает такие неприятные дебафы. А у Совета вполне себе неплохие бонусы, которые еще будут в дальнейшем прокачиваться, благодаря их ветке фокусов. Кстати, да, здесь что у Белой России, что у Советского Союза есть свое древо фокусов. Оно не очень большое, но при всем этом оно вполне себе неплохое и позволяет немного отыграть. Лучше погрузиться в этот мировой период и почувствовать себя реально игроком за Белую Россию, либо же за Советский Союз. В частности, у нас по фокусам будет возможность выбора лидера. Также у нас будет возможность возвращения Крыма и подветочка прокачки, где нам будут вооружения французы и британцы присылать, как бы нас поддерживая. Мы же все-таки белые, мы как бы за монархию вроде как, а не вроде за нас. Но мы такой мув потом сделаем, что союзники на нас обидятся и останемся одни в этом жестоком мире. Нет, у нас Корнилов умер. Ты что, ивент не увидел только что? А, а у меня нет ивента. А. А, зато посмотрите, у нас теперь в лидерах нет дебафа. Ну, у нас одни меньше стало. Ну, видишь, как хорошо. Ну, не знаю, я бы так хорошо на смерть людей не реагировал бы. На твоем месте, это как-то жестоко. Это игровой персонаж, все нормально. Начальный этап у нас, конечно, был достаточно легкий, я немного даже на север смог продавить. Но потом Советы подвели всю свою армаду и начали атаковать. Как меня, так, реча. И особенно сильно страдал фронт в Ванеге, там просто такая армада ринулась. Считайте, там всего 10 дивизий, при том многие из них одна-двухкасочная. И там просто в одну пробку по 8, по 9 дивизий Советов бьется. И приходилось отступать, понемножечку сдавать земли. В итоге я Онегу почти полностью сдал и встал просто в Мурманский, где там лишь две территории, через которые реально трудно будет пройти. И там все это время оборона более-менее стояла. Советы так и не смогли пробиться. Реча же они давили достаточно так неплохо. Но все-таки по первым этапам у него тоже войска были изначально не выставлены. Многие были вообще во Владивостоке. И какое-то время надо было потратить, чтобы они пришли на границу. Но потом он вроде более-менее стабилизировал ситуацию. Советские войска перестали прорываться. И начали делать то, что любит любой Ишка за Советский Союз. Вынужденные атаки одна за одной. Несмотря ни на потери, ни людей, ни организаций. Просто атаковать, атаковать, атаковать во имя Великой Победы. Собственно, так они и вели себя в ближайшее время. Ну а мы стояли, болтали, ждали. Ну и локально где-то чуть-чуть атаковали и прорывали. Прорвемся сквозь красных. Так, Крым. Ам, пустой. Ага, ага. Ты можешь из Ростова дивку туда перекинуть, если успеешь. А куда нам танки дали? Или нам просто насыпало... Нет, у нас даже нет танков. Может возьмем разочек? 15 тысяч пехотки не повредит. Ну у нас пехотки плюс 822. А он туда бери Колчака. Давай Колчака. Или все-таки Королевскую семью вернем. Не, Колчак интереснее, он откроет больше фокусов. А, видишь, почти везде возвести Колчака надо. Так-то неплохо, смотри, там промка нам надавали в Крыму. Ну, фабрика, завод, верфь. Блин. И две фабрики еще неплохо, хоть что-то. О, все, я успел заблочить. Найс, осталось задефаться там, и нормас будет. Да, я думаю, это не проблема. Так, все-таки уже убитые дивизии напротив меня стоят. Слушай, а я смотрю, у них-то снаряги тоже нет. Да. Они снаряга убили. Убита царская семья. Попытка убийства Ленина следом. А, мы все равно уже не успели бы вернуть королевскую семью. Хорошо, что не взяли, видишь? А, ну, тем более. Типа, если бы мы взяли сразу же, мы бы успели, а так. Ее уже того. Рестн пепперонили. За сильную Россию. Россия сильная, Россия стронг. Колчак и другие военные лидеры. 470к у них потери. И дивок стало поменьше. Австро-Венгрия, Западная Украина. А, Западно-Украина вообще навстречу. Короче, все, Австро-Венгрия пока. Все. Первый мировой мою закончилась. Осталась только наша войнуха, да? Подожди, Германия-то еще воюет. О, тогда еще не закончилась. Но... Чехословацкая республика так резко в тыл, так опа против них. Ну, я же о том же. Ты посмотри вот сюда вот. И Украина пустила? У нас Херсона больше нет, он Украине отошел. А как все равно попал сюда этот? А мне кажется, это это. Просто скриптовым мы все передали. А так как у меня стояли дивизии, то они просто не передались. Возвращение Крыма к белым. Ак, давай мне монетизация на этом ролике нужна. Давай бесперебарщивание. Да чего? Что не так встрях Крым, возвращаю? Ак, завязывай. Нет. Нет, я просто очень верю в Украину. Украиночка моя хорошая. Мой сладенький Украиночка. Вот отобрать все до Урала, до Златоуста как раз еще было. Я их стараюсь, чтобы весь котел там сделать. Я считаю, что ты сделал главную цель для этой серии. И на это прохождение. Пришел на совместку, да? И вернул одну область. В итоге, к июню 1919 года мы уже более-менее пошли самостоятельно в атаку. Мы накопили сил, также у нас снаряги достаточно в запасах. У советов, как видите, наполовину, если даже не больше, уже дивизии истощены. И атака не представляет особых проблем. За это время на Восточном фронте уже очень много котлов было сделано. Армия советов стала примерно равной нашей. Ну и я тоже решил в атаку пойти, добраться до Царицына, захватить его. И наконец-таки наши две армии со временем объединились. Ну и дальше мы уже единым фронтом спокойно попилили советов. Тут уже не было никаких особых проблем. У них там осталось чуть ли не по 20 дивизий против нашей почти соточки. И просто уже на автоплане, на быстрой атаке мы пошли вперед. Как можно быстрее до Питера, до Москвы, до других победных территорий. И в итоге мы одержали великую победу. Победили Ленина и объединили немалую часть земель России. Но, как вы понимаете, это еще не конец. Ведь много других земель еще находятся под другими державами. И нам тоже надо бы их вернуть в лоно своей великой империи. А велосипеды? А я не умею на них ездить. А вот научишься. Ради тебя построю целый велосипед. Не, не надо. Да. Кто у нас там по фокусам? Кавказ? Украина? Финляндия? Я решил на Кавказ. Тогда я на Финляндию выставлю. Давай. Тогда Афинов и возьмем следующим. Давай, я только... Подожди, они не валяются, а они свободны? Отлично. Пока что. Ну, кстати, с тобой претензии вплоть до Польши, до Варшавы. Все эти земли наши, национальные. Ну, так по красоте, значит. Кстати, а как тебе идея, ну, если мы до этого дойдем, Австро-Венгрию вассалом воссоздать? А что, какую-нибудь вот Чехословакию завассалить? Ну, захватить, сделать вассалом и все, скормить потом все ей. Надо это делать именно с Австрии, чтобы было типа канонично. Ой, бай, 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 канон. О, восстановление порядка в Кавказе, подожди. Чего у нас там? Мы фабриковать при такой... Да мы можем фабриковать, но все равно с Атентой. Ой, блядь, знаешь, есть проблема одна. Какая? Короче, по ивенту, ну, в остальном порядке в Кавказе, Россия бьет войну Грузии, Азербайджану и Армении. Ну, нормас. Посмотри, где находится Армения. Ладно, переведу на Украину. Ты уверен, что только на Украину? Работа. На Китай еще вроде. Да. Так, сейчас глянем. И как вы понимаете, желая лишь восстановить порядок в своих бывших территориях, мы столкнулись с великим альянсом Китай, Турция, Украина, Британия, Америка. Еще ряд других стран все вместе они вдарили против нас. Думаю, здесь не стоит говорить о том, что армия у нас намного меньше, чем у противника. Вдобавок к этому, мы не были готовы к такому противостоянию. Мы надеялись, что нам как-то по ивенту просто эти республики перейдут. Либо же наоборот, они просто откажутся, у нас будет просто цель войны. И мы можем выборочно на кого-то напасть. Но нет. Здесь тебе по ивентам просто прописывают войну, и у тебя вынужденность нападать, атаковать и забирать все эти земли. Так что у нас началось длинное и долгое противостояние с бывшими союзниками. Когда-то недавно нам бриты присылали вооружение, а теперь мы воюем против них. Но при всем при этом, фокусы на вооружение от бритов и французов нам до сих пор доступны. И мы, конечно же, их периодически также прожимали, чтобы получить пехотку в запасах и использовать его для оснащения новых дивизий. Здесь мы опять же разделили свои обязанности. Я стал прорываться через Кавказ, в Турцию, в то время как мой напарник занимался территориями Украины. Ибо на нее мы тоже решили пойти, чтобы уж сразу же всех тогда разобраться, попилить, и заодно эту большую военную кампанию навести порядок на всех своих территориях. Ну и здесь мы впервые столкнулись с тем, что Ишка в этом моде очень хорошо действует высадками. Высадка в Ростов, высадка в Крым, в Севастополе, прочие регионы. Просто почти все порты, которые у нас были в Черном море, они все подвергались высадкам. Так что на будущее, если вы будете сами играть, учитывайте это. Лучше закрывайте порты, иначе будет очень и очень сложно. Ну а с Китаем вышло на самом деле неплохо. Мы такие, а давай проход войск с Китаем. Далее в итоге проход войск с Китаем, и он до вступления войны начал переводить через наши земли войска в Украину, Турцию, и в итоге из-за этого он не мог вступиться в войну. И так он достаточно долгое время в нее в итоге не вступался, у нас там дивизии, конечно, на китайской границе стояли, но там был мир, спокойствие и никаких военных действий. Мы полностью сосредоточились на Западе. И в Грузию. Они капитулировали. Что? Они капитулировали нашего вассала. Прям мгновенно причем, по высадке. О, бойки. А у нас вообще флот хоть какой-то есть? Нет, у нас нет флота. Ну, конечно, что-то их здесь всего-то 200-300 дивизий, и у них промка 600-700, что не очень прикольненько. Хотите, чтобы как на Украине. Ты сам заметь, сейчас шутишь так. Так, это было легкое. Это легкое, да? Это был просто мемец, типа, про что хотите, как на Украине. Ну, Крэйну они пока возвращают, а мы здесь уже и в котле сейчас всех перебьем. Тоже заключенных выбрал. А из-за этого он отменился, кстати. Нормально. Типа, когда мы даем, выбираем, видимо, одно и то же, он ломается. Одно и то же, одно и то же, нам же нравится одно и то же. Ой, кринджи песни вспоминаю. О, все, они вообще просто поняли, что тут смысла мало, и начали бежать нахрен с Турцией. Да я еще не понимаю, они несколько раз уже это делали. Ля, сколько еще под Ростов высадили. Сверхразумы. А сколько они с Украины атакуют, ты на это, посмотри просто, там бесконечно. Да, я вижу, у них уже 800 тысяч потерь. Туда тоже в учет кидают. Все, на Санцинополя больше нет. Эй, йоу, this is a molest track to the no respect people, Mr. OP, and everybody нет. Кто выкупил, тот выкупил. В итоге, хоть и с трудом, но мы зачистили Турцию, разобрались с основными высадками и держали фронт на Украине. Да, у нас, конечно, вышло так, что мы сначала ее захватили, капитулировали, но потом туда высадились американцы, британцы и прочее, и они смогли его возродить почти в полных границах, но мы все-таки сдержали их атаку, и частично все это хорошо у них так идет, потому что у Италии, у Британии висит полная американская поддержка, которая дает организацию дивизии плюс 30, скоростная дивизия плюс 30, в процентах все это, и как вы понимаете, даже слабые дивизии противника становятся вполне себе сильными. Поэтому пока я занимался там почисткой земель в Турции, разбирался с итальянцами, которые высаживаются, также начал давить через Персию в Индию, мы сдерживали украинский фронт, и потом постепенно даже пошли в атаку, начали его прорывать, и во второй раз разобрались с Украиной, капитулировали ее, и на самом деле закрыли там в котлах очень много дивизий, но потом стала проблема в том, что Чехословакия решила пропустить союзников через свои земли, и в итоге мы их вроде как выбиваем, они вроде бы в котле, но они отступают на землю Чехословакии, и котла как такового нет. Немного грустно, когда третья страна дает проход войск, и в итоге противник просто выводит дивизии, но мы с этим ничего не могли поделать, и мы просто шли вперед в атаку. Меня больше радует, как они вот с литовских территорий нас отступают. Да, вот это, кстати, меня так бесит всегда, почему они могут нападать с чужих территорий на тебя. А типа атака началась раньше, до того, как мы туда вошли, и они такие, опа. А мы продолжим и продолжим. Мы скоро догоним и перегоним Америку. Просто захватим ее? Да. Тогда у них станет меньше, чем у нас, да? Да. Я так и понял. Классическое решение проблем с промышленностью. У кого-то больше, чем у нас, давайте захватим их, и у них станет меньше. Все, все, все. Снова астросоциальщина пошла от меня, да? Да, ты сам мне говоришь, не шути так, а сам шутишь, а ты... Я не понимаю, о чем ты. Конечно. Какие шуточки? Нет такого. Возможно, вы думаете, что мы участвуем во многом количестве кровопролитных войн, но все это делается во благо. Главное, голосуйте за меня, хотя и без ваших голосов все равно буду я. Люблю, уважаю, побеждаю. Ты решил еще больше, да, просто сделать? Тебе мало было, да? Мало, да? Еще не знаю, еще не было. Еще это ты был. У меня все записано, не переживай. Монтажер, смени голод, как будто это Котян говорит. У меня тоже запись идет, не переживай. Монтажер Котина. Монтажер Котина, это я, слышу, да, что... Котян на монтаже, сделай, как будто это ты говорил, ага, все, Котян, люблю, муа. Договорился с Котином на монтаже. Тебе не победить. Да, конечно. Есть небольшая проблема. А? Но ты с ней справишься, мы Литве тоже войну объявляем. Эм, ты бы... Ты бы пока не... Дурак, что ли? Ну ты, шо ты... Делая. Ну шо б тебе веселее было, ну шо ж ты, что ты, а? Как предупредил, я бы хотя бы довел туда ребят. Просто такие британцы, о, о, можно повторить, пошли в атаку. Очков не хватило. Проблемы с доступом к очи. Бля, сейчас сейчас они туда поймут. Ты куда? Да так бывает. Кажется, я немножко с другой стороны вошел в них, и они не ждали. То есть сегодня мы такие, да? Я понял. Сегодня мы входим резко, неожиданно. Ну и, возможно, приятно. Причёное слово возможно, да? Да. Но они не оставляют отзывов. Еще слишком рано для них. Ну как, там есть, думаю, книжки специальные, в которые можно... Оставить отзыв. Как в рестиках. У нас нет денег на производство бумаги. Ты чё, мы воюем. Забираем. О, поляк хочет себе чё-то. Перехочет. Ты специально взял то, что он хотел, да? Перехочет. И всё, такой, поляк. Ну ладно. Окей. И такие просто... Ам. В котле что? Кто там чё перехотел по итогу? Просто кто там чё перехотел? Красиво, красиво. А, ну самое важное, знаешь что? Ты вот это-то пошло опять в атаку. Ты выбивал их на одной профике столько времени, и сейчас заново просто тупо. Точно такого не было. Чё? Блин, ну что ты сделал? Ну что ты сделал? Зачем? Зачем? Слава, что ты сделал? Зачем? Вот так Россия проиграла. Я просто и в котлы взял. В котлы, да? Ты уверен, что они останутся в этих котлах? О, кстати, тут же Омск. Вот именно. Это зацени. Ну я не знаю, как ты будешь это спасать, но спасай. Фухер, это весело. Да чё, что за планы? Кто их рисует? Чё? Ты поканули, мне показалось. Тебе показалось. Мне в Аршаву не было. А, Данцик не надо брать. Я думаю, Польша заслужила. В общем, второй раз, да? Второй раз. Ладно, давай, поехали по новой. Мне нравится, Италия больше всего в этой войне. Молодцы итальянцы. Всё равно всё, что они возьмут, я сразу отберу обратно. Главное, краковские возьми вот эти вот, чтобы они нашим были. Чтоб у нас там было типа национально. Краков решил не брать, да? Там 600 очков было, я не могу. А, ну ладно. Сразу Варшаву не теряют. В Беларуси такая, я чувствую, что-то будет. Определённо есть какой-то подвох. О, Польша капитулировала вновь. Никогда такого не было, и вот опять. Вот опять, да. Как ты мог, а? Сколько там по потерям? Му, мы почти 500 тысяч потеряли, кстати. Пошмар. Мне просто нравится Беларусь, и её независимость гарантируют все великие державы. Батька так же говорит, ему нравится Беларусь. Да сколько с меня этой социальщины лезет, я не могу. А ты, конечно. Оно само, я не хотел. Да, да, да. На допросе так же будешь говорить, что оно само. Меня заставил Катарахон. А кто это ещё такой? Да ты шпион, ты крот вражеский. Да, я крот СССР, сейчас отобедим. А где же ты так круто звучал бы? Дима Крон. Знаешь, что сейчас сделаю? На Финляндию нападёшь? Не, вот так вот. Это ты мирное соглашение на Виле подписал? Ты посмотри, у нас австралияная игра есть. В каком месте? Во Львове. А там её нацпровки, а у нас нет нацпровок, всё нормально. У нас есть Карл. Всё, она теперь ещё и вкракает. Ладно, я тебя понял. Возродил Австро-Венгрию. Да, та самая знаменитая песня. Всем селон пели. Плакала вся маршрутка. Стринай её фокус. Лучше. Неплохо, неплохо. Это было сильно. А они, кажется, что-то подозревают. А они в ударе. Они как хортят. Возрождают традиции. А зачем мы берём фокус восстановления порядка в Украине? Чтоб не было как ног. Я не могу восстановиться. Ты хорошо. Что ты делаешь? Что ты творишь? Прошуниться со мной. Я не могу. Ты что? Это слишком мемесные мемы. Самая смешная серия выйдет, походу. В итоге мы допилили поляков, допилили Украину, взяли Прибалтику, также финнов. Капитулировали Китай и даже Индию забрали под свой контроль. Ну и на этом мы так решили, что, пожалуй, хватит. Можно, конечно, пилить и дальше, но у нас уже очень сильная держава, а также количество остро-социальных шуточек зашкаливает. И, боюсь, это уже становится опасным. Ну и вдобавок ко всему мы выделили ещё и Австро-Венгрию. Надеюсь, серия вам зашла. Ну и под финалочку тут от меня небольшой подарочек. Возрождение одной державы, с которой мы боролись изначально. Можете лицезреть это добро на экране. Надеюсь, вам зашла данная серия в таком своеобразном формате микса и совместке, и вставке, где я объясняю ситуацию. Пишите, как оно вам. А так, поддерживайте ролик лайком, оставляйте комменты и до скорых встреч. В новых роликах.